Девушки отдыхают 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 Да, да, хорошо, я приду на этот совет седобородых Какой бы пустышкой он ни оказался Седобородые созвали мирный совет в высоком Хродгере И веришь ли, и Ульфрик Буревестник, и генерал Турий согласились прийти Ты прямо как я, а? Не любишь эти неповоротливые двуточки? Субтитры сделал DimaTorzok И так свершилось Люди битвы собрались здесь, в этих чертогах Сами камни которых посвящены миру Нельзя было соглашаться собирать тут этот совет Седобородым не стоило вмешиваться в такие дела Мир? Сомневаюсь Они на некоторое время сложили оружие, но только для того, чтобы набраться сил для нового кровопролития Они еще не устали от войны Совсем нет Знаешь, как в древности норды называли войну? Бесконечная пора Так и выходит Поздно раскаиваться Мы уже здесь Займи свое место за столом совета И мы посмотрим, сколь мудры эти воины Скайрима Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь, когда все собрались, прошу занять свои места И мы начнем Надеюсь, что все вы пришли сюда Нет, ты оскорбляешь нас, призвав ее на эти переговоры Главную гонительницу Талоса Ненадолго ему хватить Дипломатично, как всегда Я имею полное право здесь присутствовать Мне нужно убедиться, что принятые вами решения не противоречат конкордату белого золота Она входит в имперскую делегацию И не тебе решать, кого я приведу на совет Пожалуйста, если вы будете спорить об условиях проведения переговоров То мы ни о чем не договоримся Я думаю, стоит послушать, что скажет нам даваки Что скажешь? Мы позволим Ульфрику диктовать условия еще до начала переговоров? Рад, что в этом наше мнение сходится Тогда мы уходим Нет, мы остаемся Из уважения к Довакину и Седобородам Но она будет только наблюдать С ней мы переговоров вести не будем, это ясно? Ульфрик, откуда столько ненависти? Это не Талморцы жгут ваши фермы и убивают ваших сыновей? Она же вроде на нашей стороне Вы отлично знаете, что нет Не в этот раз Теперь, когда этот вопрос решен Мы можем продолжить Но сначала мне нужно кое-что сказать Ну вот, началось Я согласился принять участие в этом совете Только чтобы избавиться от драконов Больше нам не о чем говорить Если только Империя не готова отказаться От попыток подчинить себе свободный народ Скайрима Я знала, что он не сможет удержаться Мы здесь, чтобы обсудить временное перемирие И дать Довакину возможность справиться с драконами Не более того Я считаю, что сам факт переговоров с Империей Это уже широкий жест Ты закончил? Ты сюда пришел, чтобы упражняться в риторике? Или перейдем к делу? Да Давайте к делу Мы готовы продолжать? Ярл Ульфрик Генерал Тулей Это беспрецедентный совет Мы собрались здесь по просьбе Довакина Я прошу вас всех уважать дух высокого Хротгара И сделать все возможное, чтобы достичь прочного мира в Скайриме Кто хочет открыть переговоры? Да, к делу Нам нужен Маркарт Такова наша цена за перемирие Так вот, зачем ты здесь, Ульфрик? Ты смеешь оскорблять Седобородых, пытаясь использовать этот совет в своих целях? Ярл Элисиев Остефти Генерал, это возмутительно Вы не можете принять его требования Я думала, что мы собрались обсуждать перемирие Элисиев Я сказал, Остефти это мне Ульфрик Ты всерьез рассчитываешь, что мы подарим тебе Маркарт за столом переговоров? Надеешься получить в Совете то, чего не смог добыть на поле брани, так? Вряд ли, Ярл Ульфрик ожидал, что получит что-то просто так Да, это было бы на него совсем не похоже Чего империя захочет взамен Подождите Генерал, вы же не собираетесь просто отдать Маркарт этому предателю? Вот так империя благодарит нас за верность? Хватит Хочу прояснить одну вещь Этот совет созвал не я Лично я считаю, что это пустая трата времени Ты предатель И умрешь как предатель Но я, по крайней мере, буду вести переговоры честно Поскольку мы собрались тут по твоей просьбе Я хочу знать, во что ты оцениваешь, Маркарт Рифт поможет нам установить надежную связь с Сиродилом И станет угрозой для южного фланга Ульфрика Ты его слышал, Ульфрик Мы сделали честное предложение Ты считаешь ошибку, ровно как ваш император Когда он отдал нашу свободу Талмару Скайрим больше никогда не склонится перед твоей лживой империей Пойдем, Галмар Нужно было тебя послушать с самого начала Ты всегда был глупцом, Ульфрик В дипломатии ты так же слаб, как и на поле боя Довольно Неужели вы настолько слепы, что не видите настоящей опасности? Вы сидите тут и спорите ни о чем А судьба этой земли висит на волоске Он с тобой, Дольфина Если так, советую велеть ему не болтать зря Он со мной И я советую вам обоим послушать, что он скажет, прежде чем принимать поспешные решения Вы не видите опасности? Не понимаете, что означает возвращение драконов? Алдуин вернулся Пожиратель мира Уже сейчас он пожирает души ваших павших товарищей Он становится сильнее с каждым солдатом, погибшим в вашей бессмысленной войне Неужели вы не можете забыть о ненависти даже перед лицом смертельной угрозы? Прекрасная речь Но какое отношение она имеет? Если это правда Про Алдуина Нам обоим есть, что терять, Тули, не забывай Вернемся к насущным делам Не надо мне впаривать овечью мочу и говорить, что это мед На такие условия я не пойду Наверняка у тебя есть на этот счет мысли Еще как есть Вы отдадите нам Ялмарк и заберете с собой Итград... Сорли-строительница станет Ярлом Морфола Сколько у тебя еще требований, Ульфрик? Хочешь, чтобы я отдал тебе весь Скайрим? Боюсь, у меня нет выбора Пусть решает Довакин Хотя я и начинаю сомневаться в твоей честности Что скажешь, Довакин? Ты судишь справедливо Спасибо Думаю, это лучшее, на что мы могли рассчитывать Думаю, мы договоримся Ярл Ульфрик Генерал Тули Сейчас мы достигли следующего соглашения Маркард будет передан силам Ульфрика Ярл Игмунд уйдет А Донгвар, Серебряная Кровь, станет новым Ярлом Маркарда Братья Бури отступят из Рифтена И откроют дорогу войскам Империи Ярл Лайла, Рука Закона, уйдет И новым Ярлом Рифтена станет Мавен Черный Вереск Хьялмарк будет отдан Ульфрику А Сорли Строительница станет там Ярлом Вы оба согласны на эти условия? Сыны Скайрима держат свое слово Пока Имперцы держат свое Что скажешь, Элисим? Нравятся тебе эти условия? Говори Наверняка генерал Тули и ждет твоего приказа Мне нечего сказать этому убийце Генерал, вы показали себя добрым другом Скайрима Я уверена, вы сделаете все возможное, чтобы защитить наши интересы Спасибо, Ярл Элисим Благодарю за верность Империя может принять эти условия На срок временного перемирия, пока драконы не перестанут угрожать нам Потом, Ольфрик Придет час расплаты Жди его Захват Рифта — это великая победа Ольфрик наверняка тревожится Ведь мы уже у порога Пойдем, Галмар У нас много забот Потеря Маркарта — высокая цена за перемирие Довакин Надеюсь, дело того стоит Ярл Балгров Я, полагаю, ты знаком с планом Довакина Да, я готов сыграть свою роль Скажи слово, и мои люди помогут тебе захлопнуть ловушку Но есть одна трудность Как заманить дракона в драконий предел? Отличный вопрос Вы же не пропустили эту мелкую деталь? Думаю, тут я могу помочь Я предметил эту проблему Пока готовилась эта встреча Я работал в библиотеке храма Бестной Гавани Негаданный запас утраченных знаний Но важнее всего Что клинки записали имена многих убитых ими драконов Использовав карту драконьих захоронений дельфины Похоже, я смог определить одного из драконов Которого поднял Алдуин Ах, ты не понимаешь Имена драконов Это всегда три слова силы Крики Позови дракона голосом И он услышит, где был нибудь Он не обязан прилетать Но драконы от природы горды И не отвергают вызову Услышав твой голос Голос победителя Алдуина Дракон будет заинтегован Я думаю, он не сможет удержаться от того Чтобы ответить на твой зов Да, конечно Я не мастер голоса, как эти достойные господа Но это написано в этом свитке О, да, Винг Крылатый снежный охотник Если я правильно понимаю Крылатый снежный охотник О, да, Винг О, да, Винг Что тебе нужно, Довакин? Да, в чем дело? Довольный снежный охотник Довольный снежный охотник О, да, Винг Довольный снежный охотник Довольный снежный охотник Я хоть и простая прислужница Но не подумай, что я к своим обязанностям отношусь не так серьезно, как в Яру. Мы готовы, Довакин. Дай только знак. Как я и обещал, мои люди готовы. Большие цепи смазаны. Мы ждем твоего сигнала. Уже пошли слухи? Ну да, выпил кружку другую. И что с того? Эти тайные вылазки в таверну делают тебя легкой мишенью для вражеских убийц. Меня бы сначала предупредил. Проклятие женщина! Я Яру Вайтран. Еще я буду оправдываться за то, что решил пообщаться со своими подданными. Ты не можешь защищать меня каждую секунду. Может и так. Но я все равно буду пытаться. Мы готовы, Довакин. Дай только знак. Согласно легенде. Хотя, мне никогда не приходило в голову проверить, правда ли это. Это был Ярл Олаф Одноглазый. Он потом стал Верховным Королем. Говорят, он криком принудил его к покорности в единоборстве на горе Антур и притащил Вайтран. Дракона звали Нуменекс. Это его череп украшает главный зал. До встречи. Не знаю. Тебе удалось уговорить Ярла на этот твой план. До встречи! Продолжение следует... 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 не могу поверить что твой план сработал если ты не против меня ждет да я за тобой слежу помни об этом я не могу поверить что все получилось ты в последнее время все только и толкуют об этом идиотском конфликте я лично предпочитаю книги и заклинания помни твой разум твое самое сильное оружие это правда вы правда поймали дракона и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...